Скандинипса инструкция по применению лекарственного препарата. Владелец регистрационного удостоверения, лаборатории НИБЗА, С. А. Испания, КОТА и ТИЭКС, Н01ББ03 Активное вещество, мипивакоин, лекарственная форма, скандинипса, форма выпуска, упаковка и состав препарата скандинипса. Раствор для инъекций 1 мл мипивакоина, гидрохлорид 30 мг 1,8 мл, картриджи, 10, упаковки ячейковые. Контурные, 1 пачки картонные. Клиника фармакологическая группа. Местный анестетик для применения в стоматологии фармакотерапевтическая группа. Местно-анестезирующие средства фармакологическое действие. Мипивакоин является местно-анестезирующим средством амидного типа. Введенный путем инъекций рядом с чувствительными нервными окончаниями или нервными волокнами, мипивакоин обратимо блокирует вольтаж. Зависимые натриевые каналы препятствуют генерации импульсов в окончаниях чувствительных нервов и проведению болевых импульсов. Центральной нервной системе. В отличие от большинства местных анестетиков, обладающих сосудорасширяющими свойствами, мипивакоин не оказывает выраженного действия. На сосуды и может использоваться в стоматологии без вазоконстриктора. Действие препарата начинается быстро, через 2-3 минуты. Продолжительность анестезии составляет не менее 45 минут. Показания к применению скандинипса используются для проведения инфильтрационной, проводниковой, интралегаментарной, внутрикостной и внутрипульпарной анестезии. При хирургических и других болезненных вмешательствах в стоматологии. Скандинипса не имеет сосудосуживающего компонента, что позволяет его использовать у пациентов с сердечно-сосудистой патологией, сахарным. Диабетом, закрытоугольной глаукомой. Способ применения и дозы количества раствора и общая доза зависят от вида анестезии и характера оперативного вмешательства или манипуляций. Средняя разовая доза 1,8 мл, 1 картридж. Максимальная доза для взрослых и детей с массой тела более 30 кг 5,4 мл, детей с массой тела 20-30 кг 3,6 мл. Детей с массой тела менее 20 кг 1,8 мл. Максимальная суточная доза мипивакоина составляет 4,0 мг кг массы тела, но не более 320 мг. Противопоказания к применению. Гиперчувствительность к мипивакоину, в том числе к другим местно-анестезирующим препаратам амидного типа, миостыния тяжелой степени. Тяжелые заболевания печени, цирроз, наследственная или приобретенная порфирия, детский возраст до 4 лет. С осторожностью, состояние, сопровождающееся снижением печеночного кровотока, например, хроническая сердечная недостаточность, сахарный. Диабет, заболевания печени, прогрессирование сердечно-сосудистой недостаточности, воспалительные заболевания или инфицирование места. Инъекции, дефицит псевдохолиностерозы, почечная недостаточность, гиперкалиемия, ацидоз, пожилой возраст, старше 65 лет, детский возраст, старше 4 лет, в период родов, при беременности. Применение у детей противопоказан детям до 4 лет. С осторожностью, детский возраст, старше 4 лет. Особые указания у некоторых чувствительных пациентов в введении препарата может сопровождаться нарушением реакции при вождении автомобиля. Врач должен решать, в каждом конкретном случае, способен ли пациент управлять автомобилем или какими-либо другими механизмами. Прием пищи возможен только после восстановления чувствительности. Применять только в условиях лечебного учреждения. Появление воздушного пузырька в корпуле свидетельствует о нарушении температурного режима хранения или транспортировки, что может привести к снижению активности вазоконстриктора. Лекарственное взаимодействие Вазоконстрикторы и пенифрин, метоксамин, фенилефрин удлиняют местно-анестезирующие действиями пивакаина. Мепивакаин усиливает угнетающие действия на центральную нервную систему, вызванное другими лекарственными средствами. Антикоагулянты – ардепарин натрия, долтепарин, иноксапарин, гепарин, варфарин – повышают риск развития кровотечений. При обработке места инъекциями пивакаина дезинфицирующими растворами, содержащими тяжелые металлы, повышается риск развития местной. Реакция в виде болезненности и отека Усиливает и удлиняет действиями релаксирующих лекарственных средств. При назначении пивакаина с наркотическими анальгетиками развивается аддитивное угнетающее действие на центральную нервную систему. Проявляется антагонизм с антимиастеническими лекарственными средствами по действию на скелетную мускулатуру, особенно при использовании в высоких дозах, что требует дополнительной коррекции лечения миостении. Ингибиторы холиностеразы, антимиастенические лекарственные средства, циклофосфамид, теотепа, снижают метаболизм мипивакаина.